В минувшие дни в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошла коллегия по итогам прошлого года. Одной из главных тем коллегии было взаимодействие службы с правительством и ведомствами региона. Так, в рамках соглашения за прошлый год Министерством труда и социальной политики закуплены формат раскроечный станок, макаронный станок, пятиличный станок на общую сумму 700 тысяч рублей, которые переданы в исправительные учреждения на безвозмездной основе с целью увеличения количества осужденных, привлеченных к труду в рамках программы трудовой реабилитации. В ноябре сотрудники УСИН приняли участие в проведении круглого стола по вопросам профилактики рецидивной преступности. В соответствии с планом основных мероприятий в СИН России до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, в СИЗО камера предназначена для содержания беременных женщин и женщин с детьми, оборудованы деревянными одноярусными кроватями, установлен пеленальный столик, детские кровати, также закуплены игрушки. Кроме того, Министерством образования и науки Республики по обращениям уголовной исполнительной инспекции было выделено 6 путевок в летние оздоровительные лагеря Республики для несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества. К проведению мероприятий с несовершеннолетними регулярно привлекались сотрудники Республиканского центра психолога-медико-социального сопровождения САЙЗРАЛ. В 2018 году в сравнении с АППГ на 7,2% возросло количество обсужденных погашающих исполнительные листы. Общая сумма возмещения ущерба по сравнению с АППГ выросла на 1 129 800 рублей и составила 8 миллионов 100 тысяч рублей. В целях самообеспечения учреждениями в 2018 году заготовлено зерновых 119 тонн, картофеля 523 тонны, овощей и бахчевых культур 101 тонна. Отмечается, что в рамках соглашения между правительством Тулы и службой исполнения наказаний в исправительных учреждениях проведены Дни районов с представителями администрации шести районов республики. Продолжение следует...